Поддержка семей, у которых есть дети, реализация мер социальной поддержки населения, предоставление жилых помещений детям-сиротам и софинансирование социально значимых расходов органов МСУ Нижегородской области. Эти приоритеты выделили депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на внеочередном заседании Комитета по бюджету и налогам. В целях повышения эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов и поселений планируется продолжить практику распределения межбюджетных транспортов на 2020 и 2022 годы. Оказание дополнительной финансовой помощи муниципальным бюджетам будет осуществляться через предоставление дотаций. Профильный комитет поддержал основные направления бюджетной и налоговой политики Нижегородской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Документ будет утвержден на заседании регионального правительства до 15 сентября.